В эфире новости на Аризонт ТВ в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Субтитры делал DimaTorzok Авторы данной законодательной инициативы утверждают, что Кабинет министров утратил доверие народа. В качестве еще одного основания для отставки правительства Ричана депутат от БКС указывает, что управление страной уже более двух лет осуществляется в режиме чрезвычайного положения. При этом Молдова переживает глубокий социально-экономический кризис и сталкивается с атаками против правового государства. На эти обвинения отреагировал депутат отправящей партии действий «Солидарность» Раду Мариан. На своей странице в социальной сети он написал следующее, цитируем. Социалисты и коммунисты инициировали вотум недоверия против правительства именно в тот день, когда мы должны утвердить повышение заработных плат в рамках программы «Помощь для Молдовы» для 170 тысяч граждан. Они против этих повышений и против дополнительных инвестиций в региональное развитие, в дороги, сельское хозяйство и на энергетические расходы. Все эти фонды запланированы в ретификации бюджета, за которую мы проголосуем сегодня в первом чтении, несмотря на оппозицию социалистов и коммунистов, написал Мариан. Следует отметить, что власти неоднократно объясняли кризисную ситуацию в стране последствиями войны в Украине. Для оказания поддержки населению в конце прошлого года правительство повысило уровень минимальной заработной платы и компенсировало расходы граждан по оплате счетов за энергоресурсы. С завтрашнего дня стартует избирательная кампания перед выборами, назначенными на 5 ноября. В связи с этим Центральная избирательная комиссия призвала конкурентов на выборах проявлять открытость, корректность и взаимное уважение. Также ЦИК напоминает, что конкурентам на выборах запрещено использовать административные ресурсы, в том числе участвовать в запуске или презентации инфраструктурных проектов, либо закупок, осуществленных за счет средств национального публичного бюджета, использовать публичное оборудование, ресурсы и имущество. Кроме того, кандидатам запрещается организовывать концерты, конкурсы и другие мероприятия или манифетации с участием отечественных и зарубежных артистов. Центр избирком отмечает, что конкуренты на выборах, документы которых находятся в процессе рассмотрения, могут начать избирательную кампанию в день их официальной регистрации. Президент Майя Санду промульгировала принятый вчера 58 депутатами от ПДС закон о внесении изменений и дополнений в кодекс о выборах, который вводит запрет на участие в выборах для определенных категорий членов партий, объявленных неконституционными. В соответствии с законом, лица, подозреваемые, обвиняемые или признанные виновными в совершении преступлений, которые были указаны в качестве аргумента Конституционным судом при объявлении партии ШОР вне закона, не могут участвовать в выборах, назначенных на 5 ноября. Запрет также относится и к тем, кто был отстранен от участия в избирательной кампании на прошлых выборах из-за нарушения принципов прозрачности финансирования, и лица, признанные виновными в совершении действий, вследствие которых они были включены в санкционные списки международных организаций или иностранных государств. С другой стороны, адвокат Илона Шора Аурелио Каленко заявил для телеканала ТВ8, что по поводу данных законодательных изменений будет подан запрос в Конституционный суд. Напомним, парламентарии приняли нынешние поправки в кодекс о выборах после того, как Конституционный суд постановил, что представители запрещенной партии ШОР могут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Послу Молдовы в Москве Лилиану Дарри вручена нота протеста. В сообщении дипломатического ведомства России говорится, что основанием для этого является прессинг, оказываемый на русскоязычную прессу в Молдове, подтверждением чего, как отмечают в российском МИДе, служит выдворение из нашей страны директора информагентства «Спутник Молдова» Виталия Денисова. Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердили данную информацию и прокомментировали действия российских властей. В сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации говорится, что через вызванного в МИД посла о молдавской стороне был заявлен протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдове, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства «Спутник Молдова» Виталия Денисова. Молдавскому послу Лилиану Дарри сообщили, что в качестве ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений. Представитель пресс-службы молдавского МИДЭИ Тудор Кожикару подтвердил нашему телеканалу сообщение о вызове посла в Российское Министерство иностранных дел. Ему сообщили решение властей Российской Федерации о запрете на въезд к главе Совета по телевидению и радио Молдовы и журналисту Михаилу Серкели. Это решение, которое свидетельствует о враждебной политике по отношению к нашей стране. Независимо от решений Москвы, Молдова продолжит прилагать усилия по пресечению действий по дестабилизации гибридных атак и дезинформации, добавил Кожикару. Напомним, 13 сентября директор информационного агентства «Спутник Молдова» был выдворен из Молдовы после того, как он был объявлен нежелательной персоной на период вплоть до 10 лет в связи с вмешательством во внутренние дела нашей страны. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала данные действия Кишинева нарушением принципов демократии. Добавим, деятельность информагентства «Спутник Молдова» была запрещена на территории республики 26 февраля 2022 года по предложению директора службы информации и безопасности, обвинившего соответствующие СМИ в подстрекательстве к войне. Представители агентства отвергли эти обвинения. В аварии в Венеции погибла 69-летняя молдаванка с украинским гражданством, сообщают итальянские СМИ. Предварительный список жертв аварии стал известен после того, как его опубликовали местные журналисты. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Филипп Кожакару сообщил нашему телеканалу, что процесс установления личности жертв все еще продолжается. Молдавское посольство находится в постоянном контакте с итальянскими властями, отметил он. Напомним, по меньшей мере 21 человек скончался, и около 20 получили ранения вчера в результате падения автобуса с моста в Венеции с 15-метровой высоты. По данным итальянских властей, обстоятельства аварии были установлены после изучения видео с городских камер наблюдения. На них автобус тормозит на мосту из-за пробки, а затем без видимых причин водитель внезапно поворачивает вправо, и автобус падает за железнодорожные пути. Дорожно-транспортные происшествия произошло сегодня утром в селе Пырлица Унгенского района. Автомобиль врезался в опору линии электропередач на обочине национальной трассы. Об этом телеканал «Аризонт ТВ» сообщили в Генеральном инспекторате полиции. «Аризонт ТВ» Район инспекторат полиции выясняет все обстоятельства ДТП. Юридическая комиссия парламента одобрила законодательную инициативу, разработанную Министерством внутренних дел, которая предусматривает проверку водителей на употребление наркотиков. Процедуру, как предлагается, будут производить полицейские патрульные службы. Водители обяжут безоговорочно подчиниться требованию пройти тестирование. В настоящее время Генеральный инспекторат полиции располагает 10 приборами для тестирования на наркотики, которые были переданы безвозмездно посольствам Германии. В дальнейшем планируется увеличить их количество за счет проекта внешней помощи со стороны партнеров по развитию. Двое граждан задержаны по обвинению в изготовлении фальшивых банковских карт для использования в банкоматах стран Евросоюза, а также в продаже оборудования по копированию таких карт. В ходе следственных мероприятий сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами управления по расследованию экономических преступлений и Национальный инспекторат расследований провели слежку за подозреваемыми и прослушивание их переговоров, после чего состоялись 10 обысков в Кишиневе, включая подпольную мастерскую, места проживания и автомобили подозреваемых. В ходе обысков изъято около 100 фальшивых банковских карт, видеокамеры, предназначенные для скрытой установки на банкоматы, компьютерная техника и более 450 тысяч леев. Как сообщают правоохранители, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ближайшие выходные площадь Великого национального собрания в Кишиневе будет перекрыта для движения транспорта. Примария Кишинева сообщает, что в субботу и воскресенье там будет организован Национальный день вина. Согласно пресс-релизу, дорожное движение по проспекту Штефана Челмаре между улицами Пушкина и митрополита Банулёвского-Бадони будет остановлено с 22 часов завтрашнего дня до 5 утра понедельника. В этот период движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы. В связи с этим столичные власти рекомендуют водителям избегать центральных районов города. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Подробнее об этом и многом другом в наших вечерних выпусках новостей не пропустите. В студии была Алиса Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова